Дача, работу. После классической смородины, к которой мы все привыкли, у нас вот такой вот урожай. Смородина золотистая, так её называют. Думала, думала, что приготовить. Морозилка уже не помещает. Заморозили уже много ягод, перетёртых и так целиком на компот. Ну, то есть, если эту смородину, например, морозить, то можно оставить её в таком виде. Вот даже с веточками. Можно и потом не тратить сейчас время всё это сделать перед варкой компота. Веточки обыграть. Ну, с веточками даже можно варить. Всё равно вкусно. Ну, я решила всё-таки её сделать таким очень экономным, быстро приготовленным вареньем. Первое, что мне нужно делать, это вот эти вот все зелёные ягодки убрать, веточки убрать. Ну, и самое главное, что самая трудоёмкая работа, это вот эти вот хвостики. То есть, потому что, как бы, конечно, в варенье эти хвостики, они ни к чему. Поэтому сейчас смородина вымыта, просушена. Займёмся тем, что подготовим её для того, чтобы уже варить варенье. Прошёл час времени, все зелёные, сухие ягодки мы вытащили из нашей смородинки. И вот, посмотрите, сколько этих хвостиков. Это всего килограмм ягод. Зачем нам эти хвостики в варенье? Это, естественно, мусор, это, естественно, пригодится, можно в компот добавить. И вот, собственно, сама смородина. Теперь она выглядит гораздо привлекательнее. Без веточек, без хвостиков и так далее. Для того, чтобы сварить нам варенье 5 минут, нам нужно 100 грамм воды и килограмм сахара на килограмм смородины. По воде буду смотреть. Если 100 грамм будет маловато, чуть-чуть добавлю. 100 грамм воды, килограмм сахара, килограмм смородины. Выливаю 100 грамм воды. Включаю огонь. И засыпаю килограмм сахара. Размешаю. И довести сироп до кипения, чтобы он начал закипать. Судя по тому, как растворяется сахар, добавлю еще 100 грамм воды. Добавила 100 грамм воды, то есть всего 200 грамм. Стакан. Стакан. Немножко подзабыла рецепт. То есть сироп. Это килограмм сахара и один стакан. Не 100 грамм воды, а один стакан. 200 грамм воды. Вот это уже похоже на сироп. Так была какая-то каша из сахара. Прошу прощения, говорю по памяти. Да, все. Теперь вижу, что это оно. Стакан воды 200 граммовой и килограмм сахара. Прошло буквально несколько минут, вот сахарный сироп уже закипает. Вот в этот закипающий сироп мы перекладываем нашу смородину. Смородинка в сиропе. Чуть-чуть перемешаем. И даем ей закипеть. После закипания буквально 3-5 минут, почему 5 минут, после того, как прокипит, 3-5 минут и закатываем, закрываем банки. Банки предварительно вымыты и хорошо высушены. Вот потихонечку начинает закипать. Ну, как только уже хорошо закипит, пенку снимаем и 3-5 минут даем провариться. Вот такая красивая пенка. Сейчас я ее понемножечку поснимаю, соберу и дам немножко провариться. После того, как развела смородину в банки, у меня банки с закручивающимися крышечками, я буквально вот их ненадолго переворачиваю. Переворачиваю только с целью, чтобы проверить, не течет ли крышка, герметично ли все закрыто. Буквально там на какое-то время, ну, пока они чуть-чуть остынут, чтобы можно было и безболезненно потом перевернуть. Баночки чуть подостыли, я их перевернула обратно. Ну, вот получилось у меня 2 полные баночки и третья на 2 третьих. Ну, я как бы сильно не переживаю, что третья банка не заполнена, потому что, я думаю, не пройдет там пару дней, как мои домашние уже откроют и будут есть. Поэтому, ну, опасаться не надо такого случая, как у меня. Ну, в общем, вот таким вот образом сварили мы первую смородину, в этом году варили, еще не варила, делала только все в сыром виде. Ну, думайте, это 5-минутка, она хорошо зажелируется, потом будет желе и ягодки сами по себе очень вкусные. Так что, лето продолжается, у нас жара несусветная, вчера было плюс 49 на солнце, ну, так, 36-38 градусов. Но мы не отчаиваемся, жара жарой, но мы думаем о том, что будет зимой и будет очень хорошо открыть такую варочку и выпить чаем ароматной, вкусной, золотистой смородой. Приятного вам всем аппетита!